Сегодня темой рубрики проверен на себе станет массовое катание. Коньки я уже раздобыла, пора их одеть. Катание проводится каждую неделю. Всю информацию можно узнать на официальном сайте учреждения. Открытый каток работает каждый день с 10 до 22 часов. Сеансы проходят каждый час. Теперь, видимо, я готова покорять лед. За всю свою жизнь я была на катке раз в шесть. И последний раз был вчера. Я как раз решила перед репортажем все-таки попробовать и встать на коньки. Из этого мало что вышло. Сегодня я попробую это сделать в ледовом. Будем надеяться, что у меня будет ждать успех. Пойдемте на ледовый каток. Вчера я была на открытом катке. И там было не очень удобно за счет льда. Он был неровный, ты его чувствовал. Особенно, когда учился. Здесь лед ровнее. Ноги как пружинка. Как выпьемите, вас назад забросили. Вчера, когда у меня была шестая попытка, я думала, что будет все ужасно. Но пока я не упала, держусь. И вот как от бортика даже начало отрываться. И уже что-то как-то проезжать. В какой-то момент ко мне подъехал и предложил помощь участник массового катания Сергей. Впервые он стал на коньки в прошлом году. Это его второй сезон. Мужчину всегда тянуло ко льду. Хоккеистом он не стал, зато твердо намерен научиться кататься, как они. А что самое главное, когда ты приходишь на каток? Самое главное интересное. Азарт. Я отдыхаю. Я стою в уголке. Если бы никто не мешал, я отрабатываю. И оно получается. В прошлом году я сам. Я хочу как ребята. Разворачиваться, хорошо тормозить на разные ноги. Внутренним ребром, наружным ребром. Тут много техники. Ну вот, всю тренировку я пыталась там, каталась с кем-то, пыталась сама, каталась у бортика. В последние минуты сеанса настало время икс. И я в итоге-то попробую сама это сделать. Ну хотя бы пару метров. Конечно, тормозить я не научилась. Но если ходить регулярно, то все постепенно получится. И очень хорошо. Поэтому не стесняйтесь и не бойтесь. Главное пробовать снова и снова. Итак, подведем итоги. На открытом катке немного посетителей и толкаться не придется. Но лед не лучшего качества и отсутствуют инструкторы. Новичок будет ощущать все неровности и, соответственно, цепляться и спотыкаться. В Ледовом дворце, наоборот, очень много людей. Но они же могут вам и объяснить основы. Там же есть и тренеры. Еще один плюс. Ровный лед и новенькие коньки. В обоих местах есть специальное приспособление, чтобы дети могли учиться. В любом случае помните, если постоянно пробовать и не забрасывать тренировки, однажды и вы заскользите не хуже Овечкина. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Новости недели.